Информационно-аналитическая программа «Окно» на Даль-ТВ. У «Окна» с вами Екатерина Захарова. Здравствуйте! Проблемы бездомных животных существуют в России давно. Однако в нашей стране до сих пор нет специальной службы, которая выявляла бы случаи безответственного обращения с ними. Нет штрафов за выброшенного на улицу питомца. Зато есть тысячи бездомных собак и кошек. И если мы не начнем менять ситуацию сейчас, то обстановка станет совсем безнадежной. Ведь их большое количество является показателем падения ответственности владельцев и некомпетентности властей. Мы постарались разобраться в вопросе брошенных питомцев подробнее. Есть ли выход из ситуации и какова роль властей в решении проблемы? Сегодня мы открываем «Окно в жизнь». Ни для кого не секрет, что в Дальнегорске, как и во многих муниципалитетах края, по-прежнему остро стоит вопрос с бездомными животными. Не первый год администрация проводит аукцион на отлов и содержание безнадзорных животных. На эти цели в этом году местный бюджет был готов потратить чуть более 600 тысяч рублей. С городских улиц планировалось убрать 84 бродячих кошек и собак. Но если заглянуть в техническое задание по контракту, можно увидеть немалый перечень услуг, которые необходимо выполнить за вышеуказанную сумму. Сюда входят отлов животных, транспортировка, передача их в приют, осмотр, учет, вакцинация, маркировка, стерилизация и многое другое. Помимо перечня услуг, животные должны содержаться в приюте, который должен быть огорожен забором и иметь помещение для приготовления кормов, кабинет для оказания ветеринарной помощи, боксы для содержания отловленных животных, находящихся на карантине, вольеры для здоровых кошек и собак. Также жесткие требования касаются и автомобиля, необходимого для транспортировки безнадзорных животных. Он должен иметь устройство и приспособления, обеспечивающие безопасную транспортировку, изолированный от кабины водителя, закрытый отсек, оборудованный раздельными клетками с вентиляцией для животных, системой кондиционирования или подогрева. Автомобиль также должен быть укомплектован набором ошейников, поводков и намордников. Штат организации по отлову животных без владельцев должен включать в себя ловца животных, рабочего по уходу за ними, водителя, санитара и уборщицу, а также специалиста в области ветеринарии. И на весь этот внушительный перечень администрация города готова выделить 600 тысяч рублей. Мы решили пообщаться с директором фонда «Дари добро» города Дальнегорска Ириной Голдобиной. Фонд был создан два года назад с целью помощи бездомным животным. Ирина поделилась своим мнением, почему на таких аукционах не находят того, кто бы помогал решить эту проблему. Во-первых, выделено очень мало денег для животных, как по контракту идёт 84 особи, и выделяется там порядка 600 тысяч. Но это очень мало. Если построить просто вольеры для них, нужно 980 тысяч, это только вольеры, это по минимуму мне посчитали без работы просто вот что материалы, и что человек это бесплатно мне сделает, не считая забор, не считая, с чем их кормить. Они будут однозначно болеть массово, лечить, стерилизовать. Ну, это капля в море. Денег не хватит, нужны миллионы, огромные средства, которые никогда не вернутся. Они, получается, туда мы будем только влаживать, влаживать и влаживать. Ну, плюс условия контракта мне не нравятся. А там такие условия, что практически невыполнимые, очень сложно выполнимые. Вот я, например, считаю, что нужны другие условия для такого, чтобы люди выходили на контракт, которые занимаются животными, которые понимают это. Вы понимаете, почему такие маленькие суммы заряжены? Ну, я думаю, что у нас в России людьми особо не занимаются, животными тем более. Также Ирина Голдобина рассказала, что основная причина такого количества бездомных животных – это попустительское, порой даже жестокое обращение с домашними питомцами. У нас с самого начала отношение к животным, у людей, другое, не такое, как, например, в цивилизованных, развитых странах. У нас животное – это собственность, это скот, который, можно, поигрался, выкинул. И хочу даже сказать пример, почему у нас много животных на улицах. Мы пытаемся, наш фонд пытается стерилизовать, уменьшить эту популяцию. Мы забираем собаку с улицы, мы её стерилизуем, выпускаем, она не плодится. Но в этот же день мы находим коробку с восьмью домашними щенками. И получается, что люди, которые заводят этих животных, не стерилизуют, именно домашние пополняют стаи нашего города. У нас кошки во дворах, вот женщины, которые хотят, они к нам идут, мы их передерживаем, мы их стерилизуем. У нас уже подвальные кошки не плодятся, у нас пополняют ряды именно домашние плодильщики, домашние котята. Я считаю, что здесь нужна только пропаганда населения, только менять сознание людей. А агрессивных животных? Знаете, большая агрессия от домашних животных, на самовыгуле которые, которые не стерилизованные, которые выходят погулять. Вот эти все стаи практически, да, вы видели там и в интернете публикуют. 90% домашние на самовыгуле. 90% все в ошейниках, человек открыл дверь, она пошла, все. Я вам говорю, что у нас плодятся, да, я не буду говорить, что мы там все решили, да, но практически вот плодятся, это вот домашние животные и стаи, которые дикие, которые мы не можем отловить. Ну просто физически мы не можем их поймать. В условиях контракта прописано, что отловленные животные после стерилизации будут возвращены обратно в места обитания. Но на улице выживают лишь крупные собаки, для них характерно сбиваться в стаи. Они воспринимают человека уже не как хозяина друга, а как добычу, на которую можно охотиться. О статистике обращений граждан, укушенных животными, нам рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в городе Дальнегорске Галина Якунина. Всего у нас за 2020 год было в лечебно-профилактические учреждения, обратилось 128 человек по поводу укусов животных. Бродячие собаки – это 55 человек, 43% от всех обращений это составили бродячие собаки. Домашние собаки тоже 39%, то есть собаки кусают не то своих хозяев, не то бывают, может быть, гостей, кто приходит. Очень часто встречаются обращения, это укусы кошками домашними гораздо чаще, чем кошками бродячими. Ну и как я вам уже говорила, что три обращения было в прошлом году, это у нас были укусы диких животных. В 2021 году, год только начался, немножечко ситуация изменилась, и у нас за 2021 год зарегистрировано за три месяца, январь, февраль, март, всего 20 обращений. Ну и то же самое, что максимальное количество обращений по поводу укусов, это составило бродячие собаки. Вот, и одно обращение – бродячая кошка, и другие домашние животные, это белка домашняя, вот укусила человека. Если брать сезонность обращений, как вот кусают, допустим, больше, многие интересуются, вот больше летом, там, либо зимой, то по сезонности ничего сказать нельзя, одинаково кусают, что летом, что зимой, потому что, ну, люди у нас сердобольные, добрые, и очень многие любят тех собак, которых выбросили, потому что бродячими собаки становятся не от того, что они бродячие, а от того, что эту собаку взяли в дом, её приютили, пригрели, и в результате, по какой-то причине неизвестной, люди просто выбрасывают своих домашних питомцев в никуда этих собак. Поэтому люди подкармливают, и в процессе, я так думаю, кормлений вот этих всех приобщений, кормёжки, собаки кусают, бывают агрессивные, но случаев, так как собаки и любые животные, они могут переносить бешенство, являются переносчиками бешенства, случаев бешенства у нас в Дальнегорском городском округе не регистрировалось, причём уже очень давно. И обращение, конечно, к жителям города Дальнегорска, это если вы решили взять в дом какое-то животное, это решение нужно обдумать, и обдумать не так пятиминутно, что вот вы решили, взяли, принесли, и через три месяца вы от этого животного начинайте избавляться. Это решение должно быть принято очень осознанно, должны взвеситься все за, все против. И только после этого, после этого должно приняться решение, взять ли в дом животное или не взять в дом животное. Вот это моё пожелание, обращение к людям, потому что очень жалко, очень жалко тех бродячих собак и кошек, которые у нас гуляют по Дальнегорску. В некоторых муниципалитетах Приморья всё же начали комплексный подход к решению проблемы безнадзорных животных. Большой Камень стал одним из первых городов, где НКО, экологический центр конных прогулок «Гарнизон», получил субсидию правительства Приморского края и уже приступил к строительству приюта, который рассчитан на содержание 60 собак. Завершить строительство приюта планируется уже в этом году. Помимо Большого Камня, краевые субсидии получили также Арсеньев и Уссурийск. Кроме того, по поручению губернатора края Олега Кожемяка ведется работа по созданию и строительству государственных межмуниципальных приютов на территории Партизанского городского округа и Надеждинского муниципального района. В некоторых муниципалитетах края к решению проблемы подключаются контрольно-надзорные органы. Так, в пограничном районе после безуспешных четырех попыток администрации найти подрядчика, который бы оказал услуги по отлову безнадзорных животных, прокурор внес представление главе округа. По результатам его рассмотрения, надлежащие меры администрации приняты не были. В связи с чем прокуратура в защиту жителей муниципального образования предъявила в суд административное исковое заявление о возложении на местную администрацию обязанности создать соответствующую муниципальную организацию. Решением пограничного районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В Дальнегорске по состоянию на 6 апреля очередной аукцион на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных признан несостоявшимся из-за того, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе. Безусловно, проблемы безнадзорных животных в Дальнегорском городском округе существуют, но, очевидно, пути решения ее у администрации нет. Бесконечно объявляя аукционы, вроде как муниципалитет снимает с себя ответственность. Неиспользованные деньги возвращаются в полном объеме в край. Свою позицию относительно данной проблемы обозначил глава региона Олег Кожемяка на очередном заседании правления Ассоциации Совет муниципальных образований Приморского края во вторник, 6 апреля. Сколько было выделено денежных средств по прошлому году на безнадзорных животных? 29 миллионов рублей. То есть ни одного питомника по содержанию собак не построено. Мы очень много получали жалобы и обращений. Говорить о том, что наиболее хорошая практика – это создание, ну скажем, таких частных приютов, ну я могу прямо сказать, в чем будет заинтересован частный приют. Получение дотации на каждую собаку, стерилизация, выпуска естественной среды. Что это даст? С точки зрения нападения на людей, эти вопросы не будут решены. Вот так дальше продолжаться не может. Только государственные питомники могут решить эту задачу. Поэтому посмотрите, значит, да, во-первых, в крупных городах их необходимо создавать. Мы окажем необходимую помощь в этом вопросе. Потом нужно создавать док-парки. Обязательно нужно делать док-парки, значит, в городе, может быть, в Ладистоке их там в каждом районе должны быть. Наша съемочная группа решила узнать у дальнегорцев, существуют ли проблемы безнадзорных животных в нашем городе. Конечно, существуют. Вы сталкивались с агрессивным поведением их? Ну, нет. Я не сталкивалась, но видела, как стая собак, кошку на глазах порвали. Вот это видела. А каким вы видите решение проблемы? Ну, надо, я думаю, что нужно открывать вот эти, как они называются, Надежда Ивановна, по заповеднику или как-то что-то. Приюта? Да, приюта. Да, приюта, да. И чтобы не выбрасывали собаку. Да, и чтобы люди все-таки были более... Потому что отвечает каждый за свое животное, а выбрасывать и зачем их. Потом страдают другие. Вот был еще случай, несколько лет назад, тут у нас участковый один, как бы, ну, перестрелил собаку, пришлось из-за того, что она ребенка покусала или что-то, ну, такое погрызло. Потом пожаловались в администрацию, как бы нам администрация сказала, что очень дорого машину пригнать с города, привезти людей, отловить, увезти. У нас своего питомника нет, а, по-моему, только в Уссуриске или в Владивостоке где-то этот питомник. Это все очень дорого, там чуть ли не миллионы какие-то выдумали, что это стоит. Но такого же не может быть, чтобы они там такие огромные денежи стоили, правильно? Ну, я вот в ДК работаю, тут постоянно собаки вот эти бегают, их тут примерно штук 20 постоянно лают. И мне самому их приходится периодически гонять палками. Каким вы видите решение данной проблемы? Ну, не отстреливать, я думаю, что просто питомники какие-то построить, ну, убивать животных не надо. Как вы считаете, в нашем городе существуют проблемы бездомных животных? Конечно. А вы сталкивались с их агрессивным поведением? Нет. Наверное, я сама себя веду к ним относительно лояльно, поэтому они на меня никогда не нападали. А каким вы видите решение данной проблемы? Ну, наверное, вот я даже не знаю. Это к хозяевам, скорее всего, которые выкидывают этих животных. Надо какие-то меры принимать. Ну, штрафные санкции тут бесполезны. Призывать к милосердию, единственное только. А подкармливать, ну, стерилизовать животных. А подкармливать, я считаю, это тоже не выход. Просто отлавливать, стерилизовать и все. Потому что я иногда сталкивалась с такой жестокостью, что даже говорить страшно. Ну, от других мер я не понимаю, не знаю даже, не могу представить, какие меры можно принять. К животным отстреливать их, что ли? Нет, нельзя, ни в коем мере. Гуманный какой-то, гуманный подход. Ну, вот стерилизация тоже, за чей счет это будет производиться, тоже непонятно. Только вести какую-то агитацию среди населения, что если завел животное, то будь до конца с ним, как говорится. Вот только так. Как вы считаете, в нашем городе существуют проблемы бездомных животных? Ну, конечно же, видите по улице постоянно бездомные собаки, бездомные кошки. Считаю, что это да, существует. А каким вы видите решение данной проблемы? Что бездомные собаки? Я думаю, что надо построить питомник, скорее всего. Как вы считаете, в нашем городе существует проблема бездомных животных? Конечно, существует. Вы лично сталкивались с их агрессивным поведением? Нет. Ну, собаки бегают постоянно и во дворах везде, и как бы возле школ, возле садов. Детям вот как бы страшно ходить, да и людям вообще мало ли. И пожилые люди так же идут, вот, и боятся. А каким вы видите решение данной проблемы? Ну, я не знаю, может быть, было бы хорошо, если бы сделали какой-нибудь приют для собак. Было бы неплохо, чтобы собаки не бегали нигде, а именно вот там. Ну, мало ли, собаки могут быть и больные всякие, да, и раненые, там, всякое же бывает в жизни. Сделали бы какой-нибудь приют для собак, именно вот для бездомных, и было бы хорошо, конечно. На фоне несостоявшихся аукционов и бюрократических процессов в край появляются докхантеры. Эти люди просто травят бездомных животных, считая, что таким способом они сами в меру своих сил решают проблему. Как правило, эти люди используют отравленную приманку, съев которую животные умирают в муках. Кроме того, случается, что отраву съедают и домашние собаки, которых вывели на прогулку. Завести домашнее животное – серьезное решение. Оно накладывает на нас определенные обязательства, поэтому подходить к нему нужно осмысленно, взвесився за и против. Если каждый из нас будет нести ответственность за своего питомца, эта проблема со временем сойдет на нет. Тем не менее, без активного участия властей в решении этой проблемы тоже не обойтись. На этом мы закрываем окно в жизни. До свидания. Спасибо, что вы с нами.